Итак, начинаем наш сегодняшний эксперимент. Будем проверять водителей автобусов на сознательность. Выясним, насколько охотно они провезут ребёнка до пункта назначения без билета. Наш сегодняшний экспериментатор Кристина, ну что, готова к путешествию с Зайцем на автобусе? Готова. Тогда пойдём вперёд. Легенда такая. Деньги потеряла по дороге из школы. Ждём автобус на Сурикова. Садимся в первый попавшийся маршрут 74-й. При виде кондуктора наша героиня Кристина начинает искать деньги на проезд, но не находит. Кондуктор ничего не отвечает и удаляется. Из чего мы делаем вывод, что ехать без билета можно. Выходим на Шахтёров, садимся в следующий автобус 32-й. И сразу же получаем категоричный ответ. Мне кажется, деньги потеряла. Ну, как это так? Одиннадцатилетнюю школьницу, ученицу пятого класса, кондуктор попросила выйти из автобуса, даже не спросив, нужна ли ей помощь и как далеко ехать. Женщину, судя по всему, волнует только зарплата, но никак не чужая жизнь. Бесплатно нельзя, я сказала. А почему? Потому что у нас тоже план есть. Бесплатно сдавать надо. Солярка заливать надо. Но вы возите детей бесплатно, если у ребенка нет денег. Если она сказала мне бесплатно, довезите, пожалуйста. Я его не довезю. То есть надо было попросить? Да, попросить надо. Сама Кристина такого итога эксперимента не ожидала. Говорит, ведь на автобусах ездят в первоклашке. Непонятно, как ребенок, который, например, потерял и деньги, и сотовый телефон, должен добираться до дома. Мне кажется, что нужно провести бесплатно, потому что в мороз нельзя же детям идти несколько километров самим. В департаменте транспорта нам пояснили, поручение от правительства не высаживать детей без билетников из транспорта в морозы было. Инструктаж провели. С другой стороны, кондуктор действовала по закону. Оценить действия своего работника теперь должен перевозчик. Высаживать и подвергать ребенка опасности нельзя. Указанному перевозчику маршрута номер 32 тоже информация направлена, чтобы провели дополнительно с кондукторским составом разъяснительную работу по поводу перевозки детей. В администрации подчеркивают, пытаться специально проехать на автобусе бесплатно бесполезно. Детей, которые ездят в школу ежедневно на общественном транспорте, кондукторы знают в лицо. Местные власти просят родителей быть внимательнее и следить, чтобы у ребенка всегда была запасная пара купюр на проезд. Ольга Хохлова, Эдуард Баглай, Сергей Кашин. Афонтова новости.